В Тюмень пришло потепление, а потому открытые настиж окна не редкость. Понять тюменцев можно, в домах жарко, однако желание проветрить помещение таит огромная опасность. Будьте осторожнее, к этому призывают и специалисты Центра Семья. Они рассказывают родителям, как защитить детей, а мы приготовили полезный обзор, какие приспособления помогут избежать несчастного случая, уточнит Лилия Тагиева. Маленькая Алена не отходит от окна, там столько всего интересного и птички, и машинки. Детское любопытство – причина маминого беспокойства. Все-таки 17 этаж. Подрастает, постоянно хочет куда-то залезть, залезть повыше, что-то достать. И, конечно, это пугает, что уж говорить. Это, конечно, красиво и здорово, панорамный вид, но когда в семье появляется ребенок, уже по-другому смотришь на такие вещи. Для Ирины специалисты подготовили три варианта защиты. Первый – самый дешевый детский замок. Установить его можно самостоятельно. Чтобы открыть окно, мы проворачиваем аккуратно ключ и обязательно нажимаем на кнопку. Тогда открывается замок. Открываем. Обратно закрываем. Все. И блокируем замок одним движением. Все. И сейчас наше окно плотно закрыто, и уже ребенок его не откроет. Второй вариант – фиксатор с ключом. Крепится прямо на ручку. Открыть окно полностью или проветрить помещение можно только с помощью ключа. Главное – спрятать его от ребенка и не потерять. Устанавливается самостоятельно. У нее идет стандартный шестигранник. При этом вы можете его установить без мастера. Времени для того, чтобы брать старую ручку, установить новую ручку – не более пяти минут. Третий способ – заменить обычную ручку на вот такую с кнопкой. Выглядит она привлекательно, ключ не нужен, а вот надежность под вопросом. Одновременно мы нажимаем кнопку и открываем окно. Одновременно нажимаем кнопку и откидываем. Маленькому ребенку это уже одновременно сделать невозможно. Но учитываем то, что ребенок постарше, обладающий более физическим развитием, уже может это сделать самостоятельно. То есть это защита, скажем так, только временно на маленький возраст. Закроем окошко давай. И не будем к окну подходить, да? Наша героиня остановилась на замке с ключом. И цена не кусается, и сомнений относительно эффективности такого блокиратора у Ирины не возникло. Я не люблю, когда здесь на окне есть какие-то лишние предметы, поэтому попросила мужа купить что-нибудь попроще, но при этом не терять надежности. Вот он выбрал вот такой замочек. И еще, каким бы надежным ни был замок, помните, маленького непоседу нельзя оставлять в одиночестве.